Музыка 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 В тот момент находилось 7 человек. Естественно, это сразу было удовольствие подкрепления, и подликала наша группа быстрого реагирования в том числе 7 человек. Естественно, началось будет столкновение, в результате которого на этом стеногнем выстрелы в голову были убиты внутри нашего боевика. Байпер-пакт, который использовали нападающие, а это будет именно после права сектора, неопровержимое доказательство этого явного культурного запрещен использовать женевский конвейер. Он представляет из себя пули с мягким сердечником. При попадании этой пули в тело человека оболочка раскрывается, и разметательно будет. Это аналог разновляет пули. Использование таких средств, я еще раз повторяю, запрещено женевский конвейер. Боеприпас заблежного правительства, я показывал, вот та его диагноз. Так же был обнаружен пулемет МГ-42 по нынешней классификации это МГ-44, значит, он стоит на вооружении в некоторых странах НАТО, ну, никак не украинской армии, никак не национальной власти. Они, ну, когда, вообще, наши ребята там стреляли, их не там и били их, значит, они оставили на поле боя одного убитого, то есть тяжелого раненого, который встречался потом, когда мы его заставляли себе идти. То есть, мы пока имеем один труд боевика. Вот. И по показаниям наших ополченцев, нами было уничтожено еще двое, как я уже имею в виду, и раненых около пяти. То есть, убить их раненых, они завозили две оставшиеся машины, и ушли в сторону боевиков. Значит, по документам, которые, которые нами были обнаружены, мы, эээ, поняли, что шли они на телевышку, нашу, которая находится на горе Карачунки. Вот. Вот.